Одни выписывают штрафы, другие их отменяют. Осенью прошлого года на администрацию города отделом ГИБДД были выписаны два штрафа на общую сумму в 500 тысяч рублей. Камнем преткновения сторон стало отсутствие тротуаров вдоль улицы авиаторов и отсутствие освещения в районе вновь открытых дорог по улицам Швецова, Сущинского и Пионерской. Мэрия с постановлениями отдела госавтоинспекции не согласилась и обжаловала их сначала в городском суде, а затем и в суде Ненецкого округа. В результате постановления были отменены. Кто виноват, а кто прав? В этой непростой ситуации разбиралась Ирина Нежалова. В любое время года по улице авиаторов можно встретить пешеходов. Это неудивительно, ведь рядом находится детская поликлиника, еще дальше жилые дома и лесная зона. Только добраться до места назначения и обратно не так-то просто, особенно летом. Там, где заканчиваются тротуары, люди вынуждены идти по песку, а то и вовсе выходят на проезжую часть, тем самым каждый раз рискуя собственной безопасностью. Действительно негде идти, имеется такая проблема. С обоих сторон там отсутствуют тротуары, хотя у нас в государственном стандарте есть автомобильные дороги улицы, элементы обустройства, которые требуют, чтобы должны быть там тротуары с обоих сторон у нас согласно категоринности автомобильной дороги. По причине отсутствия тротуаров на данной улице госавтоинспекция составила административный протокол, в соответствии с которым на администрацию города наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Мэрия с этим постановлением не согласилась. Данный факт был обжалован администрацией города в судебном порядке. Городской суд оставил постановление госинспектора отдела госавтоинспекции без изменения в силе. Мы были вынуждены обратиться в дальнейшем в суд Ненинского округа. И, соответственно, суд Ненинского округа отменил указанное постановление должностного лица и прекратил производство по делу. Получается, администрация города не является субъектом административного правонарушения и необоснованно была привлечена к административной ответственности. Суд Ненинского округа, отменяя ранее принятые постановления по делу, указал, что в постановлении администрации города Наринмара от 20 января 2015 года данная автомобильная дорога на праве оперативного управления передана в муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город». Данное учреждение создано органами местного самоуправления в целях реализации дорожной деятельности. Таким образом, на данном учреждении лежит обязанность по содержанию данной автомобильной дороги. А значит, и отвечать за данное нарушение должно муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город». К слову сказать, проблема с тротуарами, а точнее их отсутствие вдоль улицы авиаторов, возникла не сегодня. Еще в конце 2015 года на эту проблему обратила внимание прокуратура округа. Проведенной прокуратурой округа проверкой в деятельности администрации Наринмара выявлено нарушение требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В соответствии с федеральным законом об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог относятся в том числе осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. При этом к элементам обустройства автомобильных дорог относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, пешеходные дорожки, тротуары, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности. В целях понуждения администрации муниципального образования к исполнению обязанностей по обустройству автомобильной дороги по улице Авиаторов тротуарами с обоих сторон дороги прокуратурой округа в Наринмарский городской суд было направлено административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Было решение суда городского в обязании администрации обустроить данный участок тротуарами в соответствии с требованиями действующих технических регламентов в области обеспечения. До настоящего времени сроки уже все вышли по этому судебному решению, администрации никакие меры приняты не были, в связи с чем была проведена дополнительная проверка. В этом основании еще легло обращение гражданина, было непосредственно, то есть по отсутствию тротуара непосредственно в этом месте и в соответствии с деятельностью была дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, юридического лица непосредственно. В рамках административного расследования органу ГИБДД не было представлено администрацией никаких документов, что какая-либо работа проводилась в этом направлении. В связи с этим принято было решение соответствующее. Но в администрации города заверяют, работа в этом направлении ведется. Еще в 2013 году была разработана и утверждена муниципальная программа развития транспортной системы, которая как раз и предусматривает обустройство тротуаров по улице авиаторов. По данному участку дороги у нас уже было административное дело по иску прокурора об обязании администрации обустроить с обеих сторон дороги по улице авиаторов тротуары. Данное решение находится в стадии исполнения. В соответствии с программой развития транспортной системы, как я уже пояснил, в плановом порядке решается этот вопрос. То есть в этом году будет разработана проектная смертная документация, а в 2018-2019 годах соответственно осуществлена реконструкция по обустройству тротуаров с обеих сторон дороги. Значит тротуары должны появиться. Когда-нибудь. А пока водителям, проезжающим по улице авиаторов, придется запастись терпением и быть предельно осторожными. Ведь в любой момент на дорогу могут выскочить пешеходы. Еще один штраф был выписан мэрией Наринмара тоже осенью прошлого года. На этот раз камнем преткновения стали участки дороги по улицам Швецова, Сущинского и Пионерской. Они были введены в эксплуатацию 31 августа 2016 года. В конце сентября состоялось официальное открытие дороги. Дорога была введена в эксплуатацию 31 августа 2016 года. Затем производилась процедура передачи дороги из казны в наше подведственное учреждение, которое, соответственно, с уставными задачами обязаны содержать и ремонтировать автомобильные дороги местного значения в Чистый город. Между Чистым городом и Наринмарской электростанцией проходили переговоры по техническому присоединению именно наружных объектов уличного освещения. И, соответственно, когда договор был подписан в октябре 2016 года, то техническое присоединение к сети, наружной уличной сети освещения было произведено. Как сообщается на официальном сайте мэрии Наринмара, освещение было подключено 13 октября, а тремя днями ранее – 10 октября. В вечернее время госавтоинспектор зафиксировал право нарушения – отсутствие освещения на участках автодороги по улицам Швецова, Сущинского и Пионерской. Эти автомобильные дороги на данный момент уже были приняты в эксплуатацию, сданы в эксплуатацию. То есть о чем свидетельствует акт ввода в эксплуатацию этих автомобильных дорог от 31-го, 08-го, 16-го года был подписан. И вот на момент проверки освещение имеется, освещение линии опоры, освещение линии освещения, но оно включено не было. Соответственно, автомобильные дороги были открыты для движения, всех транспортных средств для движения пешеходов, иных участников дорожного движения, какого-либо ограждения, либо каких-либо устройств, препятствующих для движения по данным участкам автодороги на момент проведения проверки не было. За отсутствие освещения на данных участках дорог госавтоинспекция привлекла мэрию к административной ответственности и выписала штраф в размере 200 тысяч рублей. Администрация Наринмара обратилась в городской суд, который признал постановление госинспектора законным, но сумму штрафа изменил на 150 тысяч рублей. Затем мэрия обратилась в окружной суд, который постановление ГИБДД отменил. Так все-таки на чьей стороне правда?